160 нефтекамцев в этом году пополнят ряды вооруженных силы России. Большая часть призывников отправится в сухопутные войска. Это войска ракетно-стратегического назначения и военно-космические силы. Десантников и морских пехотинцев в этом году сравнительно меньше, чем в предыдущие призывы. Были и желающие пройти альтернативную службу. Однако в конечном результате было решено отказать им в этом. Приходят и заявляют о том, что мы хотим проходить военную службу. Мы желаем проходить, но опять-таки мы не можем отправить молодого человека служить, если он не подходит по категории годности, по состоянию своего здоровья. Есть еще одна категория таких молодых людей, те, которые имеют судимость. Они тоже заявляют о том, что они готовы исполнить свой долг перед Родиной. Но, к сожалению, пока таких молодых людей мы не можем призвать. Состояние здоровья призывников находится в норме и все же оставляет желать лучшего, говорит врач-терапевт местного отдела военкомата. Из-за малой активности у парней слабая физическая подготовка, выявляется сколиоз и плоскостопие. Некоторых не берут в армию из-за недостаточного или избыточного веса. У третьей категории призывников наблюдаются нервно-психические расстройства. Эти и другие факторы приводят к тому, что молодые люди остаются в запасе. Мы 57 человек списали. Ну, списали – это не то слово. Мы их зачислили в запас. Это не говорит о том, что они ограничены в своей жизнедеятельности и не могут куда-то на работу поступить или какие-то там дееспособности лишние. Нет, они вполне востребованы в рынке труда. Как сообщили в местном отделе военного комиссариата, осенний призыв по плану должен завершиться к концу декабря. Предполагается, что все пройдет без ЧП, как и в предыдущие годы, хотя и без них не бывает. Так, например, за время весеннего призыва было выявлено 9 уклонистов. На пятерых дела направлены в следственный отдел. Татьяна Галиева, Никита Кабанов, информационная программа «Ежедневник». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова